Этот выпуск Танковой Академии мы посвятим принципам применения танков-разведчиков. Мы расскажем вам об общих правилах их использования, поделимся советами, которые помогут вам в бою, а также предложим варианты проведения тренировок, в ходе которых вы сможете подготовить грамотных разведчиков для вашего клана или роты. Первое и самое важное правило, которое следует знать — игрок ведет разведку не по собственной прихоти, он действует в интересах всей команды. Его задача — давать разведданные так, чтобы союзники могли немедленно воспользоваться результатами его усилий. Например, грамотное и своевременное обнаружение целей помогает командиру оценить количество вражеской техники на флангах и принять верное решение относительно дальнейших действий. Подключив артиллерию, команда сможет уничтожить группу танков противника, которая даже не подозревает о собственной уязвимости. Все это позволит добиться перевеса сил на нужном участке. Всегда помните о том, что разведчик, предействующий союзной артиллерией, — одно из самых грозных орудий уничтожения врагов в World of Tanks. В зависимости от того, как развивается ситуация в ходе сражения, разведчиком может стать любой танк. Поэтому его хитрости и уловки должен знать каждый игрок, а не только водители Т-52 или Батшетильон 25Т, которые чаще всего используются в качестве танков-разведчиков в боях родного формата и на полях сражений глобальной карты. Упражнение первое. Возьмем карту «Песчаная река» со множеством барханов, безопасных при неспешных перемещениях и весьма коварных при высокой скорости. Цель нашего занятия — научиться подбирать маршрут движения и скоростной режим таким образом, чтобы преодолевать самые опасные места без повреждений ходовой части. В начале тренировки прокатимся все вместе по барханам на максимально возможной скорости и отметим места, где происходила поломка у какого-либо участника тренировки. После этого пройдем по тому же маршруту, но уже в составе троек. Отметим наилучшее время прохождения. Теперь это норматив, на который должны будут ориентироваться остальные. Повторяем проход в составе троек до тех пор, пока все участники нашего занятия не пройдут выбранный маршрут без остановок, уложившись в заданные нами временные показатели. Совет 1. Используйте дополнительные модули вроде усиленных торсионов или усиленной подвески кристи, чтобы увеличить запас прочности гусениц. Как известно, лучше предупредить, чем лечить. Поэтому рекомендуем тщательным образом изучить опасные места и способы их преодоления на тех картах, где вам предстоит действовать. Совет 2. Перед вами две задачи. Быстро набрать скорость и сохранить ее. Решить первую можно, используя подкрученные обороты двигателя и бензин. Справиться с задачей сохранения скорости можно за счет выбора правильного маршрута. Прокладывайте свой путь в обход участков со слабым грунтом или затяжными подъемами. Избегайте разрушения различных препятствий и не валите деревья. Упражнение 2. Карта «Прохоровка». Разделим участников на две команды. В первую соберем исключительно разведчиков. Во вторую войдут бойцы на средних или тяжелых танках с самыми точными орудиями, которые мы снарядим фугасными снарядами. Тогда урон по противнику будет гарантирован. Расположим участников второй команды в одну линию между базой и началом спуска в низину. А один танк отправим на центр карты для своевременного обнаружения противника. Задачей этой команды будет уничтожение разведчиков, совершивших ошибку и вылезших наверх гребня больше необходимого. Игроки первой команды один за другим проходят по склону центрального гребня, добиваясь гарантированного обнаружения всех танков второй команды. Каждый последующий танк должен начинать движение только после того, как исчезнут все отметки вражеской команды, оставшиеся после предыдущего разведчика. Продолжаем тренировку до момента, пока все разведчики не выполнят свою задачу без ошибок. Совет первый. На открытых картах и участках местности двигайтесь вдоль гребней, показывая периодически лишь верхушку башни. Этого будет достаточно для разведки и убережет вас от уничтожения. Ваша задача — выныривать на мгновение из-за гребня, не показывая корпуса, и тут же уходить обратно в укрытие. Совет второй. Во время разведки на гребне не нужно ждать, пока вражеские танки будут обнаружены. Они появляются с небольшой задержкой. Проще говоря, вы выехали на гребень и скрылись с места прострела, а танки противника станут видны в тот момент, когда вас не будет видно. Упражнение третье. Возьмем карту — линия Зигфрида. Участники делятся на две команды. Три тяжелых или средних танка с точными орудиями занимают позиции на поле у бункера в квадрате Е2. Их задача — обстрел появившегося в поле зрения противника фугасными снарядами. Разведчики другой команды поочередно двигаются по гребню небольшой возвышенности до момента их обнаружения. После обнаружения их задача — сохранить скорость во время разворота и максимально быстро выйти из-под обстрела, используя рельеф местности. Совет первый. Не пытайтесь непрерывно билять во время движения. Чередуйте короткие, едва заметные повороты, не влияющие на скорость, с внезапными бросками из стороны в сторону. Средний игрок тратит на прицеливание около трех секунд. Учтите это и делайте резкие повороты примерно один раз в три секунды, чтобы сбить прицел противнику. Остальное время используйте для набора скорости. Совет второй. При движении в пределах прямой видимости вражеских танков старайтесь следовать поперек линии прицеливания, меняя направление только после того, как противник разрядится. Упражнение четвертое. В качестве варианта тренировки можно использовать карту «Степи», на которой три тяжелых или средних танка второй команды располагаются в укрытиях за камнями в квадрате «С5». Задача игроков первой команды — прорыв в укрытие за железной дорогой из квадрата «А8». Как и в предыдущем случае, группе прикрытия лучше использовать фугасные снаряды, чтобы избежать рикошетов и непробитий. Полученный навык будет особенно актуален при прорыве разведчиках места расположения вражеской артиллерии, где вам потребуется прожить как можно дольше, уклоняясь от огня соперника. Совет первый. Прорваться к артиллерии можно, улучив подходящий момент во время столкновения союзной группы танков лоб в лоб с врагом. При такой тактике остановить вас будет просто некому. Вражеские машины будут заняты сражением. Выезжать можно из-за спин союзной группы. Такой проход будет крайне эффективен и может посеять панику и неразбериху среди врагов. Совет второй. Если вас преследуют, старайтесь вывести ваших противников под огонь группы танков прикрытия в вашей команде. Подобный шанс часто предоставляется на карте «Рэдшир», где укрытые среди домов танки союзников получают возможность с легкостью уничтожить увлекшийся преследованием вражеский танк, оставаясь при этом вне зоны видимости противника. Упражнение пятое. Чтобы изучить варианты ведения разведки с помощью пассивной разведки, на любой карте используем следующий принцип организации тренировки. В первой команде разместим всех разведчиков. Во второй — средние и тяжелые танки, которые будут идти цепью на расстоянии до 150 метров друг от друга. Задачей первой команды станет изучение всех возможных мест для пассивной разведки и путей отхода от них. На первом этапе тренировки танки-разведчики займут все подходящие позиции. Например, двойные кусты, либо кусты, находящиеся как можно ближе к середине карты. До момента обнаружения игрок должен точно наметить маршрут отступления, обеспечивающий наивысшую скорость отхода, и развернуть танк в этом направлении. В случае обнаружения как можно скорее уходите из-под огня противника. Не важно, как вы это сделаете. Главное, чтобы результатом вашего отступления стал живой и готовый к бою разведчик. Задачей игроков второй команды будет обнаружение затаившихся противников и попытка их уничтожения с первого залпа. Они не преследуют разведчиков. Их цель — дать разведчикам понимание расстояния, с которого их могут обнаружить, и времени, необходимого для отступления. Если разведчик уцелел после первого залпа, то он уходит на новый рубеж, где повторяет процедуру выбора позиции и пути отхода. На этом мы заканчиваем очередное занятие в Танковой Академии. И если наша работа по рассмотрению принципов применения танков-разведчиков в бою уже завершена, то ваша только начинается. Помните, только регулярные тренировки, повторения пройденного, а также постоянная проверка знаний в реальном бою смогут принести вам пользу. Прилежное выполнение тренировочных упражнений — это залог успеха для вас и ваших бойцов.